Вы только посмотрите, как изменилась Москва. Потрясающе! На самом деле я нахожусь где-то в 50 километрах от Сочи, и пока все нормальные люди купаются в море, катаются на банане, получают удовольствие от жизни, я слушаю ебучий шестичасовой анти-хайп-трейн. И все для вас. Я бы сказал, что оцените мои старания лайком, но здесь, мне кажется, лайка маловато. Я принимаю деньгами, у меня есть патреон в описании. Меня очень просили разобрать этот альбом, и были шутки в комментах, типа, давай вот 101 трек с подробным разбором на каждый. Такого, естественно, не будет, но сам альбом как жест, это очень интересная штука, об этом сегодня и поговорим. Здрасте, вы на канале Сейна! Как обычно, без дозаписывания я не обошелся, и перед началом ролика, вот знаете, кому я завидую? Тем, кто сейчас получает образование. Вот с чем у вас ассоциируется Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации? Как думаете, вот какая там может быть магистрская программа? Гейм-дизайн! То есть, реально, Скиллбокс и Ранхикс тот самый, организовали образовательную платформу, после которой вы получаете государственный диплом магистра в сфере гейм-дизайн и девелопмент. При этом, что лекции, что семинары, что сессии, что защита диплома, все проходит онлайн. Вы можете это делать из любой точки мира, совмещать с любой вашей работой. На все время обучения у вас есть записи, лекции. То есть, вы можете их слушать в любое время и встроить это в свой любой, даже самый неподходящий под обучение график. При этом, программа обучения составлена с учетом современных технологий, применяющихся в разработке компьютерных игр. Это и программирование на C++, создание игр на движках Unity и Unreal Engine 4, разработка проектов для мобильных игр и VR-устройств. Офигеть! Прочный фундамент знаний даст выпускникам возможность работать в ведущих технологических компаниях по всему миру в сфере геймдизайна и девелопмента. Вас ждут преподаватели как Ранхикса, так и Скиллбокса. Практики реальных, действующих, актуальных компаний, как Паровоз или Дистрикт Зиро. При этом предоставляется практика и стажировка. Есть поддержка в чате. Вы в любой момент можете взять, написать и узнать любой интересующий вас вопрос про образование, и вот уж это образование точно никто не назовет бесполезным. Поэтому ссылочка в описании. Учитесь и развивайтесь. К тому же с таким удовольствием. Первоначально про сам альбом и треки там. Я, честно говоря, ожидал гораздо худшего, чем в итоге получил. Я как только начал его слушать, это вот еще в самолете, я со своей аэрофобией летел и впитывал КПСС, и делал заметки, какие треки я бы вычеркнул совсем. Я ожидал, что перечеркну большую часть из них, но оказалось совсем не так. Вот вы сейчас на своих экранах видите все, что не перечеркнуто, а там иногда целый трек, иногда вырезан конкретно за май. У меня нет за моя фобии, но иногда прям, ну, ночь всратые куплеты совершенно и ни о чем, ни по флоу, ни по наполненности. Короче, прям иногда абсолютно унылийшие вещи. По всей видимости, на 101 трек у КПСС прям хватило, у Замая вот не очень. Но есть очень много чего, что послушать. И в принципе, большая часть альбома скорее слушабельная. И даже скажу так, так как относительно вот всей этой новошкольной штуки, ребята звучат скорее алдушно, мне этот альбом было реально гораздо приятнее слушать, чем куча того, что мне советуют в последнее время. Там все эти майоты, отжи Будды и все, вот эта вот история, ну, вообще вот никак меня не трогает. Меня спрашивают, как я к ним отношусь. Да никак! Так, ну там чё? А здесь прям было, что послушать. И при том, за счет того, что треков 101, очень много стилистик перебрали Слава с Замаем. И, например, на треке Жить в кайф хотелось бы отметить Замая, насколько он там нетипичный. И, в принципе, иногда, что одного, что второго, вы можете даже по голосу не узнать, настолько ребята угорели. И самая пиздатая часть этого альбома, что он сделан из любви к рэпу. Ну, они это сами заявляют в одном из треков. И я, честно говоря, после тех же альбомов Моргенштерна, вот этих двух, да, которые все охуели, как это два, в них-то половина это какие-то филерные штуки, которые песнями не являются. Или там песня наполовину, то есть там, условно, есть припев, и в куплетах какие-то просто фразы. Ну, понимаете, то, что песни до конца считать нельзя. Здесь все прям по-честному. 101 полноценный трек. Но здесь стоит поговорить о самом важном, о контексте. Дело в том, что слава КПСС, у них это даже было в песнях, абсолютное отрицаловое. Вот лучше никаким образом и не назовешь его и позицию на медийной сцене, и его мнение по большинству вопросов. Слава КПСС абсолютно против всех, как Собчак. И важно разделять, что когда вы не являетесь какой-то медийной личностью, и ваше мнение слышат там только ваши друзья или кто-нибудь еще, для вас отношение к какому-то артисту, исполнителю или просто человеку, неважно какому, это просто ваш выбор. Когда же вы медийная личность, это стратегическое решение. Собственно, из этой логики берутся все вот эти вот штуки, за которые подтягивают за слова медийных личностей, что когда они были молодые, ну как даже вот на батле Мирона и Гнойного, типа, сначала ты обсирал Гуфа, теперь вроде как с него тащишься. Это как раз стратегический выбор, что когда ты оказываешься с этими людьми там вот буквально на одной площадке, как к ним относиться, для тебя вопрос вот скорее как отношение в коллективе. То есть, а вот эта вот постоянная ненависть, постоянное отторжение, оно, естественно, не идет на пользу. И, собственно, поэтому таких персонажей, как Слава КПСС, довольно-таки немного. И, что еще важнее, большая часть таких персонажей очень быстро уходит в небытие. Потому что они сами, как правило, не могут. На этом альбоме нет ни одного фита с кем-то, кроме, ну, Замая и Славы КПСС. И это большой момент, потому что, когда ты отказываешься как раз от всех, тебе нужно вывозить чисто своими силами. Это то же самое, меня заебали мои соседи в панельке, и я уйду нахуй жить в лес. Это работает только в случае, если ты можешь выжить в лесу. И, по сути, этот вот релиз для Славы КПСС, это, ну, как и по сути, все, что он делает, это вопрос. А ты сам можешь? А вот действительно, отвергнув все и вся, у тебя получится что-то самому дальше творить? Или ты зачахнешь? И пока он более чем живой. Хотя здесь очень хочется добавить такую мысль, что ненавидеть можно вообще всех. Во-первых, как бы медиа, жизнь вносит свои коррективы, и очень многие поступки, это могут быть просто какие-то неуверенные шаги на медийном поле, из разряда все совершают ошибки. Но другие вещи, это может быть просто потому, что это русская музыка. Из-за этого причин для ненависти можно найти кучу, ну, потому что вот то же самое, что и с кино, и со всем остальным, очень многие, когда об этом рассуждают, делают скидку на то, что это русская. Вопрос дискуссионный, насколько справедливо как раз-таки делать скидку, мол, если постоянно говорить, ну, это же наши, как бы, да, им сложнее, то так никакого развития не будет. Но объективно такой факт есть. У нас нет голливудской индустрии, в принципе, сама по себе свободная, вот это вот, свободный шоу-биз, он у нас гораздо моложе, чем в куче других, даже европейских, вот, соседних стран. По очень многим показателям, наши исполнители до западных не дотягивают, при этом, западные исполнители, их действия, их качество, оно всем известно. Всем известно, как звучит Дрейк, всем известно, какие вещи делает Канни Вест, или тот же Асап Рокки. И понятно, что иногда там по техническим, по финансовым возможностям нет никакого варианта просто достигнуть этого уровня. И зачастую лояльность там, что к говеным исполнителям, что к еще много чему у вот всех, кроме славы КПСС, она обусловлена как раз-таки вот такой снисходительностью, что это же наши, такая же логика, как не ругать первые шаги, чтобы дать ему развиваться, потому что если рубить на корню, то оно никогда западного уровня и не достигнет. Но справедливости ради, и это вот и дальше, и после будет сказано, что зачастую вот такие, те, кто против всех, их позиция обладает целебным эффектом. И если все комментаторы, там исполнители и все остальные, вот в том числе мы с вами, которые мнят себя интеллектуалами, будем супер критично относиться к русской музыке, то выживут там одни кальянные рэперы и другие, чья публика совсем уж не притязательная. Вот, поэтому имеет место быть такая мысль. И 101 трек, по сути, это не просто заявление о том, что я жив и вывожу, а я еще и плодовит, как свиноматка. Я могу и тысячу треков нахуярить, так, собственно, в альбоме и говорится. А сама эта плодовитость на самом деле не такая уж и особенно выдающаяся, потому что я читал историю, что для того же Stadium Arcadium, вроде, Red Hot Chili Peppers записали в районе 70 треков, но выкинули половину из них, чтобы оставить только Pure Gold. Ну, для славы КПСС такая тактика не подходила, и поэтому сама сотка это как бы реализуемо, но на фоне всех остальных в индустрии по-настоящему выделяется. Хотя нельзя не заметить, что очень многие и мысли, и наим-дропинг, и обороты, и метафоры, и рифмы, и сравнения, и вообще все повторяется. Даже треки есть двух версий. Там у кого-то выходят треки с одинаковым названием с промежутком в несколько лет, у славы КПСС с промежутком там в пять песен на одном и том же альбоме. Но, опять же, все можно славе КПСС. И само наполнение треков. Если вам до этого нравилось, или если вы не знакомы со славой КПСС, но его образ вас издалека привлекает, то вполне могу рекомендовать послушать как минимум то, что вот у меня не зачеркнуто. Вы погрузитесь в славиковский мир, ну и в Замаевский заодно. В половине треков он рассказывает о своем разбитом телкой сердце. Интересно, это вот была одна телка или несколько? Если одна, то, я думаю, это вообще отличный повод поднять самооценку, потому что человек, ну, наверное, треков 20 или 30 минимум выдал только про одно событие. Ты герой 30 треков, хотя и довольно печально. Но мысль, которая прям напрашивается, когда только узнаешь про то, что в альбоме 100 треков, да это же ебучая графомания. Ну да. Но, с другой стороны, весь остальной рэп, это то же самое. Опять же, если посмотреть на релизы, я вот честно не знаю, что выходило в то же время, но вот я нашел вам картинки того, что выходило примерно тогда же, когда я анти-хайп-трейн. Ну вот это вот что, не графомания? Ну вот давайте так, давайте я даже досниму вставку с какой-нибудь другой херней. Ну и вот то, что выходило примерно в то же время. Текила, альбом, точнее, эпишка, Ама, Агутин и Варум, песня номер один, Мяу, Апиролька, песня номер три. У меня, честно, воротит от всех исполнителей, которые названы как напиток или какая-то еда, что текила, что буррито, что пицца, по-моему, это какой-то просто крайний левел тупости, это просто нереально. Ну и здесь я вот песни даже не включаю, мне в принципе от песни Мяу я ничего особенно не жду и, блядь, чем это лучше, чем анти-хайповский альбом, ничем. Дальше некоторый Альпин В море незабытых снов. Вот, блядь, вам обложка «Горящий кораблик на воде». Ну меня, блядь, уже блевать тянет просто от одной обложки. Песни связанные «Лето, прости, почему, забытое счастье». Вот, прочитал одни названия, сразу захотелось анти-хайп-трейн переслушать. И дальше некий Ескин «Смерти цветы не нужны». И вот какая обложка. Ну то есть, ну, приз за тривиальность уходит явно ему. Ну, в принципе, по названию песен то же самое. «По дворам холод огонь, посмотри дверь на простынях». Ну, блядь. Ну вот, ну вот, ну вот, это, это напоминаю, это как бы та же самая индустрия. Это «Соседи славы КПСС» по спискам, плейлистам и всему остальному. Ведь само слово-то «графомания» и вот назвать человека графоманом, это появилось во времена поэзии, когда были те, кто как бы действительно владели словом, писали по-настоящему о чем-то, были одарены, влюблены в язык, а были те, кто занимался каким-то самым галимым бытоописанием. Типа «я пошел, я поел, я поебался, я там что-нибудь еще». Но это современный рэп. То есть мы все-таки с вами живем в эпоху, когда становится все больше можно. Именно с точки зрения какого-то вот такого и культурного осуждения, и всего, все эти рамки падают, 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 музон упрощается. И я вот сейчас бываю на пляжах, которые близко к Сочи, блядь, лучше бы там все это время играл альбом «Славы КПСС». Там вот именно дичь такая, что просто пиздец. То же самое отдельный класс потребителей музыки, люди, которые слушают ее на просто полную катушку, когда едут на машине. Я даже видел людей, у которых колонки, блядь, наружу поставлены, чтобы больше ебашило именно туда. Ни разу такой чувак с нормальной музыкой не проезжал. Всегда это какая-то максимально уебищная хуета. И вот даже самая лучшая песня вот такого разлива хуже, чем самая худшая песня на этом альбоме. Поэтому с точки зрения индустрии, как бы по ценности и наполненности, эти 101 вот трек, они не отстают от 12 или там 15 или 9 треков, которые обычно бывают на альбомах вот славенных коллег по сцене. И как раз с этой точки зрения шалость удалась, отличная тема, рекорд побит, оппоненты разъебаны. И когда я только начинал это слушать и у меня были какие-то ожидания от КПСС, он ведь еще вот такой многоликий, да, там и Бутербродский, и Соня Мармеладова и так далее, я ожидал, что больше всего мне будут интересны какие-нибудь бенгеры или какие-нибудь там разъебные треки, то же самое там знаменитый Грайм, слава КПСС, да, и все в этом духе оказалось совершенно нет. Грайм вообще скорее разочаровал, ну, то есть, ну, блядь, ну, вот этот Грайм, да, вот это вот то, что Граймом называется, он вообще разочаровал, потому что это местами либо ровно то, что я уже слышал, то есть там флоу-куски идентичные, либо просто, ну, 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 типа, ну, трек, ну, ну, трек и трек. А вот зато Депрессона а-ля Бутербродский или даже треков, которые сделаны в манере там настолько алдушного хип-хопа, вот, типа, как Кровосток, вот этого было прямо в достатке, прям круто. За счет того, что у Славы было очень много места, где разгуляться, там, как бы, каждый раз у них по одному куплету, то есть, по сути, это можно разделить на, как бы, 50 сольных песен, чисто с точки зрения количества текста. И он разгулялся именно с точки зрения точечных описаний, очень детальных, своей различной боли, депрессии, тоски, бессмысленности жизни. И ему уже под трецок или трецок и накопленных довольно много, переосмысленно довольно много. И, ну, лично мне вот во все это проникаться очень нравится и очень многие вещи прям близки. Но, конечно же, мы же говорим про антихайп, не могло обойтись без стеба. И вот здесь вот позиция против всех отработана на 100%. ведь, знаете, в современном мире казалось бы, мы там движемся к большему принятию, к большей толерантности, к большей персональной свободе для каждого. И, по идее, вот все вот эти вот социальные движения, они обязательно ведут к чему-то хорошему. То есть, будь то и феминизм, и там, права ЛГБТ, и что угодно. Вот все, что вы за последнее время слышали, оно ведь всегда за хорошее. Притом, огромное количество из этого это как бы народные идеи, да, которые как бы политики подхватывают, но сами по себе они берутся, вот, ну, как бы, исполняя реальный запрос общества. Но, по своей сути, вот все чаще на ум приходит куплет Нойза на фите с Ляписом Трубецким в песне «Болт» может тебе на баррикады охота, силой хочется изменить ситуацию, умные дяди с честными лицами помогут тебе во всем разобраться, образ врага нарисуют конкретный, и даже выдадут флаги красивые. Слушай внимательно их манифесты, будь доверчивым и агрессивным. Их помыслы чище колумбийского снега, их главная цель чтобы ты был счастлив. Им больше вообще ничего не надо, ну, разве что лишь капельку власти. И, казалось бы, песня давно написана, сам смысл, ну, понятен предельно. Всегда одно и то же, всегда любое политическое движение, социальное движение всегда движется по одинаковому принципу. И уже давно бы, можно было бы как бы отделять себя от вот этой политики, понимать, что роль политиков это то же самое, что роль продавцов в магазине. Они делают свою работу, поэтому они так посвящены во все это, поэтому они готовы за это умирать. Но обычные-то люди, да, которые не имеют никаких политических амбиций, им, казалось бы, не стоило относиться ко всему этому настолько серьезно, но вот как раз доверчивыми и агрессивными переполнен интернет. Вы можете коснуться почти любой темы, почти где угодно, и найдете обязательно тех, кто к ней относится мега серьезно. Кто себе там за права меньшинств рубаху на груди порвет, кто с себя снимет кожу за еще какую-нибудь вот такую идею. И вот в таком мире как нельзя актуальна песня «Убили гендер». От того, что я ее послушал, ну, я не стал ни гомофобом, ни сексистом, ни вот какое угодно клеймо, оно на меня не наклеилось. Но как раз таки вот это более легкое отношение и вот то, что там, ну, в песне декларируется про то, ну, по сути, что я же не ебанутый, чтобы вот это вот все принимать близко к сердцу. Это ж только ебанутые могут на подобное агриться. Она золотая, потому что в действительности подобные вещи, ну, которые очевидно комедийные, ну, и прям смешные, они как раз и могут триггерить только вот подобных доверчивых и агрессивных. Шатать вот эту вот самую их головешку, которую набили хотя и правильными вещами, но к ним, как и остальным, стоит относиться как-то критично. И все-таки, ну, с юмором, да. И то же самое относится ко многим другим трекам на альбоме. Там прям специально подряд идут сначала мы работаем на Кремль, потом, наоборот, что-то против нынешней власти, потом опять против нынешней оппозиции и так далее. И несмотря на то, что у меня про все это есть свое мнение, я также за этим слежу, да, и вот касательно даже всех вот тех же современных течений, с большей частью их мыслей и именно их борьбой я скорее согласен. Да, ну, как и большинство вменяемых людей, как, наверное, и вы. Но при этом вот эта вот напыщенность и, например, то, что мы сейчас видим в Штатах, это абсолютная дичь. Подобная серьезность прям тянет взять и показать им жопу. Даже несмотря на то, что ты там с кем угодно можешь быть согласен. И вот именно в этом отношении я очень благодарен, что есть и такой альбом и такие исполнители, которые готовы, чтобы их все нахуй послали, но они возьмут и заявят что-то вот такое. Что-то несерьезное, просто постебутся над этими напыщенными рожами. Это замечательно. К тому же имеет место быть коммерциализация музыки. То есть речь не про то, что художник должен быть голодным, там нельзя продавать свою музыку, не, ни в коем случае, но просто когда ты начинаешь больше работать в коммерции, у тебя появляются ресурсы и так далее, ты начинаешь запариваться по всем этим коммерческим мелочам. Будь то история про звук, будь то история про то, что все делают радийные версии без мата, и даже в условных мемах уже очень часто замазывают и запикивают мат, даже когда это совершенно не необходимо. То есть там в тех же исторках тебя никто за мат не забанит. там в том же ВКонтакте, ну мне кажется, на самом деле нет никакой особенной фильтрации постов с матом и без. Все эти законы о запрете мата, вы знаете, как и многие другие в России, то, что он есть, не значит, что он будет работать. и это делают из самоцензуры, чтобы как бы вписаться заранее. И очень многие решения, они отметаются так, как ну блин, наверное, не зайдет. Это какое-то, какое-то не слишком массовое. А когда ты сам какой-то массовости достигаешь, у тебя, собственно, уже там продюсеры, лейблы, все вот в этом духе, от тебя, соответственно, есть некоторые ожидания, и ты должен нечто отрабатывать. И на тебя начинает давить эта история, тебе нужно, чтобы заходила. И от этого музыка меняется. Всем известна история про то, как скатываются группы, как какие-то артисты, ну вот часто это имеется в виду под словом продался. И в этом плане анти-хайп-трейн очень хорош, потому что вот над чем, над чем, а вот над таким вот коммерческим звучанием и тем, чтобы это всем обязательно зашло, ребята не запаривались совершенно. За счет этого получаются вот такие прям андерграундные бриллиантики. И бывает иногда натыкаешься на какую-нибудь раннюю демку исполнителя или какой-нибудь лайв, где он исполнил песню как бы попроще. И она звучит гораздо круче. Просто потому, что ну там есть и момент звука, как там смазываются некоторые частоты, и иногда там запись с репетиции, она звучит прям супер движово, и того же самого достигнуть уже в полноценной песне не получается, потому что там-то должно быть все слышно. и то же самое относится к обработке всего. Когда это вылизывают, оно очень много успевает потерять. Некоторых исполнителей я вообще могу слушать только там условно-акустические версии, ну и сто раз рассказывал, что мой любимый альбом условных анакондос, это их акустический сет. И вот в смысле моментальности написания, релиз супер, хотя КПСС с супер продакшеном я бы тоже посмотрел, было бы интересно увидеть вообще на что это похоже. И главная вещь для понимания этого релиза, да и в принципе многих других КПСС там даже строчка есть, для нас от души значит от пизды. По сути, это можно было бы обозвать фристайлом, да, что это вот стиль такой, легко оно пишется, но это именно от пизды и это та легкость, которая вот, например, у горячом, но любимого Мирона ну никогда не будет. Вот просто кому-то дано, а кому-то не дано. Кто-то пишет долго, кто-то пишет быстро. И, ну, по сути, в музыкальной индустрии речь про то, чтобы вот свои вот эти особенности обуздать и как-то с ними существовать. И как бы от того, что у Мирона альбомы выходят раз в пять лет, песни хуже или лучше не становятся. Ровно как и у КПССа. И ключевая вещь про все эти вот сто треков, это то, что они написаны с кайфом. Люди просто хотели взять и написать дохуя рэпа. И написали дохуя рэпа. Там нет дисов ради дисов. Там нет упоминаний ради упоминаний. Хотя, блядь, такие тонны неймдроппинга вот это вот реально начинает бесить, что я как тот-то-то-то с нами тот-то-то-то. И это, можете смело писать в комментах, что я там не выкупил альбом, потому что ну половина этих имен я реально вообще не ебу кто это и нахуя они в треках. И иногда там подряд идет просто вот неймдропинг один за другим, как будто, блядь, какая-то рэп-энциклопедия непонятных людей. При этом разброс просто невероятный. Там от политических лидеров, там создателей учений, там а-ля Маркс и так далее, до Габзавра, блядь, Ежи Сармата и Виджи Линка. И опять же, с точки зрения качества, если вы смотрели и другие ролики на моем канале, ну или в принципе как-то увлекались историей написания песен, то огромное количество мировых хитов были выданы моментально, вот нафристайлины, при том не только рэперами. Там условно Элис Купер свой хит I'm Aten выдал прямо на студии, просто придумывал строчки прямо на ходу. То же самое там у меня вот есть ролик про Кобейна, Smelt Like Teen Spirit текст переписывался кучу раз и был вдохновлен там шампунем и вот всякая такая херня. Нет ничего именно зазорного, треки не обязательно годами высирать. Хотя я вот сам так делаю, я вот очень долго пишу, но иногда и вот многим исполнителям опять же дано взять, выдать и оно полетело и оно замечательно. Оторвалось от тебя как исполнителя и пошло дальше. И собственно во-первых здесь очень много чего, очень много куда пойдет и это может даже родить такой отдельный вид прослушивания музыки. Вы своеобразно будете взаимодействовать с этим альбомом. Если обычно условно я например слушаю какой-то релиз и я его слушаю подряд и то, что у меня особенно остается и западает, я это добавляю к себе. Но при этом оно как бы до конца в меня не впитывается и потом я уже свои вот эти добавленные любимые треки снова переслушиваю и идет как бы вторичная фильтрация. Здесь это может сделать вам вот подобную развлекуху с разными треками ну не знаю несколько месяцев. Мне кажется если регулярно слушать можно вот этим вот разбирательством заниматься. И знаете есть ведь во всем история про то, что мало значит эксклюзивно. Там чем дороже ресторан тем больше тарелка и меньше блюда. Группа Палк выпускает исключительные пишки. И так далее очень много чего оно вот если мало то это как бы самый смак самые алмазики. И вот условно фанаты какой-нибудь группы да там Металлика которые ждут десятками лет то же самое с Тулом и другими группами которые вот прям долго ждут релизов своих исполнителей и потом заслушивают их до дыр всегда я думаю и я и многие другие задавались вопросом а если бы вот они выпустили прям дохуя это было бы все равно хорошо все равно фанатам было бы интересно это слушать это не потеряло бы весь свой лоск от того что это стало много вот это изобилие оно бы не отбило аппетит и я думаю что скорее нет по крайней мере в этой ситуации то есть ощущение перенасыщения возникает успеваешь заебаться потому что в любом случае в один присест это пытка это слушать натуральное поэтому нужно как-то дозировать и я например из-за того что не имел достаточно времени я словил откровенную передозировку славы КПСС и мы уж тем более блять замаем но с другой стороны там такое количество подноготной такое количество ответов на потенциальные вопросы фанатов такое количество взаимодействия высказываний вот знаете мне постоянно пишут что ты думаешь по этому поводу поэтому а по этому поводу и я думаю у КПСС также интереса у аудитории к его мнению по разным вопросам и взгляда на разные вещи не меньше и здесь есть ответы на все это КПСС энциклопедия в лучшем смысле из возможных и в одном из треков КПСС рассуждает что живет в тени собственных батлов и во-первых мне честно удивительно что его это вообще трогает но возможно постирония не все сильная и все-таки какие-то самые обычные исполнительские вещи его гложат ну и наверняка это так но интересно то что если вы вот по-настоящему следите за Славой КПСС вы можете проследить насколько долгим был его путь насколько он сам менялся и что в тех же батлах он от был сначала восходящей звездой фаворитом потом начал очень сильно сдавать позиции его натурально хоронили потому что думали что он элементарно по подготовке не будет вывозить потом он резко начал ебашить сделал стереотип про то что грайм это батл из фастфлоу после чего был опять период затишья потом он вызывает Мирона Мирон внезапно соглашается он Мирона выигрывает и казалось бы опять затишье и это натурально яма для того чтобы умереть исполнителю потому что пик достигнут и дальше нихуя не хочется тот же Мирон блять как будто мертвый выкидывает анонсы типа однажды я что-то высру но когда это однажды случится одному богу известно не факт что я доживу не факт что он блять доживет надеюсь как у кавки какой-нибудь лучший друг посмертно опубликует то что он не хотел публиковать и крутость в том что слава кпсс продолжает ставить уверенные и интересные чекпоинты сложно переплевывать свои предыдущие большие к тому же учитывая то что на самом деле всеми этими взлетами популярности исполнители на самом деле не управляют то есть то что залетит а что не залетит отчасти можно предсказать но вот эта вот супер хитовость она как правило рандомная и по сути вся суть альбома это дать набор разных треков и посмотреть что выстрелит что не выстрелит как выстрел из дробовика ну вот что-то должно зацепить и я сомневаюсь что кпсс самому интересно в это играть интересен набор популярности подписчиков и всего остального конечно всех волнуют цифры всех волнуют деньги но он существует в ситуации когда пик уже скорее пройден уже много чем много кому доказано и остается как бы только делать для себя вот оказавшись как раз в этой полной свободе самовыражения он находит чем себя занять и это прям дорогого стоит еще вещица предпоследний трек на альбоме называется прощай антихайп я даже посмотрел их стрим где они сразу слушают весь этот альбом и в общем не скажу что я как-то особенно искал но информации про то действительно закрывается там антихайп и что происходит я не нашел и ну я честно говоря сомневаюсь что из разряда там лавочка распустится до свидания и даже если слава кпсс каким-то образом там сменит название у всего этого это все равно в сущности останется антихайп потому что это вот сама его логика но если в действительности антихайп закончится и значит настанет какая-то новая глава с новым названием и новым всем мне будет очень интересно посмотреть что там все-таки славян придумал потому что ну понятно что у него есть некоторая одержимость новыми именами но это все-таки большое детище антихайп и собственно заканчивая эту главу за ней должна следовать какая-то большая новая слава кпсс очень плодовит и поэтому возможно в ближайшем итоге мы увидим что-нибудь подобное и русская сцена да и не только русская всегда предлагает огромное количество того над чем можно прям годно постебаться и я очень надеюсь что слава кпсс родит какой-нибудь следующий такой же долгоиграющий и ярко живущий проект как антихайп потому что очень хотелось бы чтобы был вот такой вот хороший живой пример ребела на русской сцене приятно что он есть если вы как и я смогли дослушать это до конца реально все послушать напишите в комментах свои измышления может любимые треки как вам вообще воспринимается вами шестичасовой альбом как вам этот блять экспириенс а всем остальным хочется напомнить что не шесть часов а гораздо больше крутейшего материала накоплено в моем закрытом паблике вк вход в который стоит 5 баксов через патреон ежемесячно именно люди которые на него подписаны помогают мне существовать жить ездить в сочи и снимать для вас эти замечательные видосы и не уходить в офис как слава кпсс а на этом в принципе все спасибо большое что досмотрел ты знаешь где кнопка подписки а подогнал что ans и и подогнал Продолжение следует...